Привет! Сегодня я покажу вам, как работает приложение для заметок GoodNotes 5 версии, о чем вы уже давно меня просите. Это не первое мое видео про GoodNotes. У меня также есть видео о том, как я веду в нем конспекты и видео о ежедневниках для GoodNotes. Ссылки я оставлю в описании. Таймкоды для навигации будут там же, поэтому давайте уже начинать. Первое, что мы видим при запуске программы, это все файлы и папки, которые мы создали. Кстати, одним из достоинств GoodNotes является как раз то, что можно создавать папки внутри папок. И так как здесь все более-менее понятно, давайте сразу попробуем создать новый блокнот. Хотя, как видно, тут есть и другие функции, например, такие как сканирование документов или импорт уже готовых файлов, например, книг. При создании блокнота можно выбрать размер листа, например, А4, портретную или альбомную ориентацию и язык блокнота. Язык нужен для распознавания рукописного текста и поиска по нему, поэтому, если собираетесь ввести блокнот на русском, сразу указывайте это в настройках. В плане бумаги выбрать тут есть из чего. Это стандартная клетка, точка, линейка. Есть три разных цвета бумаги, а также специальные шаблоны для ежедневников, для конспектов по методу Корнелло и так далее. Итак, откроем наш блокнот и начнем с самой верхней панели. Первая кнопка позволит вам увидеть миниатюры всех страниц документа. Тут же можно посмотреть страницы, которые вы добавили в избранное, и структуру документа. Структуру можно делать самим, чтобы легче было ориентироваться по документу, и я чуть позже покажу, как это делать. Следующая кнопка на панели – это поиск. Он ведется как по напечатанному, так и по рукописному тексту. Например, давайте попробуем поискать что-нибудь. И вот все результаты, где содержится это слово. Тут же можно добавить страницу в избранное, а кликнув по этой кнопке, вы сможете поделиться только этой страницей или всем блокнотом, на ваше усмотрение. В правом верхнем углу находятся кнопки «Отменить» и «Вернуть», но отменить действие также можно, два раза кликнув двумя пальцами по экрану. Следующая кнопка позволяет добавить страницу. Тут можно выбрать шаблон для новой страницы или просто скопировать уже существующей. Добавить новую страницу можно также просто потянув вправо или влево от уже открытой. Вот этот перечеркнутый карандаш переведет GoodNotes в режим просмотра, при котором вы не сможете вносить изменения в документ. И еще из важного – в расширенном меню как раз можно добавлять страницы к структуре файла. Например, если на этой странице у меня конспект по теме X, я так и напишу в структуре, чтобы легко ориентироваться в ней позже. Ниже вы можете заметить вкладки – это все документы, которые сейчас открыты. Их можно легко закрыть, поменять местами или просматривать в многооконном режиме. И это, кстати, отлично работает, если вам нужно видеть несколько файлов одновременно или открыть разные страницы одного и того же файла. И, наконец, перейдем к панели инструментов. Первое здесь – это Zoom, который позволяет увеличить поле для письма, чтобы писать было удобнее. На самом деле, я постоянно увеличиваю страницу, потому что так действительно удобнее писать, но вот инструментом Zoom я практически не пользуюсь. Дальше – ручка. Я пользуюсь шариковой, но здесь есть также перьевая и кисть. Толщину линий можно настроить в правой части и, как видите, можно сохранить до трех разных опций. Тут же находится панель с цветами и она полностью настраиваемая. И все цвета, которые вы видите сейчас, не стандартные, а подобранные мной. Выбирать их можно из стандартной палитры или используя 16-ричный код цвета или цветовой круг. Настройки ластика позволяют стирать линию целиком или только немного ее править. Если хотите стереть маркер, которым писали поверх ручки, можно выбрать эту опцию в настройках ластика и тогда написанная ручка останется нетронутым. Еще удобная функция – это автопереключение с ластика на последний использованный вами инструмент, то есть вам не нужно будет кликать отдельно по панели, чтобы снова выбрать ручку. Для маркера также можно настроить палитру цветов, плюс есть возможность включить автовыпрямление линий, чтобы выделение текста выглядело аккуратнее. Дальше у нас инструмент формы, он довольно сырой, на мой взгляд. Вообще он должен распознавать и автоматически выравнивать фигуры, но не всегда это делает корректно. Тут также можно выбрать, заливкой будет фигура или нет. Дальше у нас лассо, я вернусь к этому инструменту немного позже, а пока давайте посмотрим на инструмент ввода текста с клавиатуры. Здесь в принципе все стандартно, можно выбрать шрифт, размер, цвет текста и фон для него. Начать печатать можно абсолютно в любой части страницы, что в принципе довольно удобно. Картинки на страницу можно вставлять, используя специальный инструмент или камеру с панели, если вы хотите вставить фотографию, но также можно перетаскивать их в документ из других приложений, например Safari, или просто вставлять из буфера обмена. Картинки можно обрезать в форме прямоугольника или вот так в свободном режиме. И наконец лассо позволяет вам перемещать элементы по странице. Перемещать можно как написанное от руки, так и картинки и печатный текст, но если переместить нужно что-то одно, можно выбрать соответствующую функцию. Например, вот здесь мне нужно, чтобы двигались только буквы, а не фото. При выделении объекта его можно поворачивать, можно менять его размер или цвет. Тут же можно преобразовать рукописный текст в печатный. Я этой функцией практически не пользуюсь, поэтому не могу сказать, насколько она хорошо работает, но у меня есть отдельное видео про приложение Ниба, которое отлично с этой задачей справляется. И чтобы это видео было не совсем длинным, я оставила еще три совета по работе с GoodNotes в своем телеграм-канале. Оставлю ссылку в описании, так что если хотите, заглядывайте туда. И если остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А так, спасибо, что посмотрели и до встречи в следующем видео.